Приветик, еду сейчас подать там кое-какие документы на малую, чтобы получить помощь на рождение ребенка, пока их вообще не отменили, эти помощи, потому что поговаривают, что могут их отменить. Пока только слухи ходят, поеду быстренько подам документы, поскольку малой уже 3 месяца, я все никак не подам. Вот, и может тогда не то, что на памперсы, конечно, будет хватать, но где-то хоть на половину памперсов будет хватать. Снег на улице уже практически растаял, погода такая держится плюс 1, плюс 2, минус 1, минус 2, такой не туда и не сюда, то слякоть, он лужи, то что-то подморозит, наметет. Но мы по-прежнему сидим сутками дома, поэтому как-то нам не холодно, не жарко от этих погод. Совсем скоро Димочке уже будет 2 годика, вот сейчас планируем где и как отмечать его день рождения. Вообще отмечать, не, ну отмечать будем по-любому, но не знаем еще просто где. Моталась по делам и так адски захотелось шейка из Макдональдса. Заехала, взяла, обычно беру всегда шоколадный, очень сильно люблю шоколадный. Поделитесь, какие шейки любите вы. А я вот обожаю шоколадный. А это прям аж клубники перед глазами летали. Так захотелось клубничную, а взяла и просто, ну такой кайф. Так, девчонки, вот так вот выглядит посылочка, которая прилетает к нам на самолете из Британии. И она приходит мне форвардом в Украин-экспресс. В принципе, ничем она особо не разнится, кроме как цветом скотча. И поскольку у Украин-экспресса нету склада в моем городе, вот в Чернигове, то она приходит на склад в ровное, по-моему, я не ошибаюсь. Сейчас я буду распаковать и покажу вам, собственно, весь наш бодишоп, который мы заказали с 348-го раза. Почему-то вечно нам отменял сайт этот заказ, но нам удалось. Сейчас буду открывать и покажу вам, что же там. Так, ну что ж, давайте смотреть, что здесь было. Держи. Вот так вот пупыркой все упаковано. Димка, самое верхое это для тебя. Держи. Заказала Маломова такую мочалку. Смысловой нагрузки я от нее не знаю, какой будет большой, но она красивая такая. Так, это лосьоны для тела. Это я брала не себе, но брала подружкам, поэтому я перенюхаю. Я потом вам все скажу, как пахнет. Гель для душа по 250 мл. Я чуть представляла, что они будут такие не маленькие, а они вот такие, на виду вроде бы крошечные. Только вот сейчас я вспомнила, что у Basic Body Works у них гели по 365, по-моему, миллилитров. В общем, сейчас все достану, выставлю и буду вам показывать. А вот это вот все, что мы взяли с подружками. Сейчас поближе вам вкратце расскажу, что и где. Вот первые два это гели для душа с запахом маракуйи, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем, вот этого вот фрукта. Я его никогда не пробовала, поэтому не знаю, пахнет ли он или так, но пахнет очень приятно, будь здорова. Не химозно, очень классно. Дальше два вот таких вот лосьона, тоже с очень легким, очень приятным запахом, ненавязчивым таким. Потом персик. Ну, вот персик, девчонки, мне никогда еще ни разу не попадалось на такое косметическое средство, которое настолько в 100% напахло персиком. Вот прям персик у меня, ишь, слюнки, честно говоря, потекли. Потому что представляется сразу такой спелый, сочный такой, знаете, с которого аж сок течет-течет прям вообще, по рукам и по ногам называется. Очень вкусно пахнет. Потом дали вот такой вот манго, тоже очень вкусно, очень сладенько. И вот здесь вот мы взяли аж... А ну дай мне минутку. Взяли вот таких вот 4 геля для душа с шоколадом, взяли, взяла я себе 2, и 2 взяла себе подружка, взяли... Зладка пытается выучить новые звуки, которые у нее выходят издавать. Вот, взяли, в общем, 4 штуки, потому что они шли по очень большой скидке и что-то стоили порядка 1 фунта. Вот, и взяли, значит, все-таки вот скрабики. И бодибаттеры. Опять-таки, с маракуйей тоже. Запах не такой же ярко выраженный, как у геля для душа, но вот такой вот он густой-густой, видите? Но тоже очень приятно пахнет. Далее, что меня, можно сказать, в какой-то степени разочаровало, мы вот взяли 3 вот таких вот маковых скраба. Не знаю, на что мы рассчитывали, почему мы все захотели взять маковый, но запах у него мне, честно говоря, не понравился. Я даже не могу сказать, что он напоминает, поскольку, ну, он реально какой-то неприятный. Не знаю, мне вообще запах напоминает пластика, совместно с каким-то пластилином. В общем, не знаю, не понравился, но вот консистенция вот такая интересная. А сам по себе не очень. И, видать, где-то здесь были в составе какие-то масла, поскольку, видите, вот что-то чуть-чуть протекло, но оно буквально минимально ощущается, но есть такое дело. Далее вот такие вот два бальзама. Бальзам из клюквы я не ожидала, что будут такие приятно пахнущие. Такой вот вид имеет красненький, я думаю, он будет иметь минимальный оттенок, но приятно очень пахнет. Так, ну и далее 2-3 еще вот таких вот скраба. Мы выступили в этот раз под скрабом. Один вот, это вот такая вот слива, очень много слышала, это, по-моему, из зимней коллекции. Многие девчонки брали и очень сильно хвалили этот аромат, поэтому взяла на пробу. Это сахарный скраб, вот такой вот он имеет вид, налитый, вот так сказать, под завязку. Мы немного, кстати, не рассчитали по весу, насчитали по граммам, что по миллилитрам оказывается наш вес, а он здесь вот даже вот указан. 250 миллилитров, а грамм-то 300, поэтому можно килограмм с хвостиком вылезли за наш предел. Дальше вот тоже подружка взяла себе вот такой вот скрабик с ежевикой или черникой или что-то здесь. Вот такой вот имеет вид скраб желе, реально как варенье. Ну и запах тоже такой, налитый. Немножко кисленький, вот действительно очень сильно похоже на варенье, но не сладкое варенье. И вот еще один остался скраб с персиком. Я очень сильно надеюсь, что это мой скраб, поскольку я вроде бы себе не брала три штуки. Но я не помню, надо будет проверить, если это, конечно, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но если не мой, будет очень жалко, поскольку этот скраб мне понравился больше всего. На сайте на него было больше всего положительных отзывов. Вот такой вот он имеет вид и консистенцию. И пахнет уже персиком. Вот очень, опять-таки, приятно пахнет персиком. Практически как вот этот гель для душа. Но я очень надеюсь, что это тоже мой скраб, что я все-таки себе взяла три штучки. И все мы это брали по скидкам. Мало того, что мы брали это все в разделе сейла, так мы еще и умудрились, Димочка, применить на это все купон в 40% скидки. То есть на скидку, там, на минус 50. Еще было минус 40. Поэтому мы все это взяли очень даже выгодно. Не с первого раза у нас, конечно, получилось. Даже ни с второго, ни с третьего. У нас не принимала никакую карту. У нас не принимала ни гривновую, несколько вариантов, не долларовую, не виртуальную, долларовую, если не ошибаюсь, виртуальную, гривневую. Мы таки расплатились. Хотя я даже уже связывалась с самим интернет-магазином, спрашивая, почему вы нас отвиняете заказ. Они сказали, мы просто не принимаем, говорить, никакие карты, кроме вот британских. Хотя я знаю, что девчонки брали. Я говорю, у меня девочки недавно заказывали. Они сказали, нет, возможно, это была какая-то ошибка, поскольку, ну, такого быть не может. Может, да не может, но девчонки брали. Поэтому не совсем хотелось платить посреднику лишнюю комиссию. Если я сама знаю алгоритмы и сама, в принципе, могу заказать. И еще, тем более, потом посреднику это все придет, и потом платить еще от посредника доставку домой было бы невыгодно. В общем, у Димки тут начался уже какой-то свой переворот. А я пошла расставлять память там, все и смотреть, где тут, что же, что. Пока снимала сводчики, напугалась на подарочек, хотела вам показать. Я вам уже показывала такие вот пахучки. Точнее, не такие, а вот такие вот. И вот такие. А вот там мне девочка одна, Настюша, огромное тебе спасибо, прислала такой подарочек, говорит, на 8 марта. Только день рождения в нем будет немножко раньше, чем 8 марта. А у нас не оно еще и в один день. Поэтому мы решили, что это все-таки будет раннее празднование дня рождения. То есть, с розетки будет не просто такая пластиковая штука торчать, а вот, смотрите, как красиво. Такое под старину сделано. Очень долго не могла понять, что же он напоминает. Но он просто практически один в один. Маскиная лав-лав. Я раньше очень сильно любила этот аромат. Потом он стал попсовым, и я перестала его носить. Аромат потрясающий, я до сих пор так считаю. И, честно говоря, я вообще, можно сказать, влюбилась в этот. Поэтому, Настюша, спасибо тебе огромное. Вчера получила свою первую партию помпонов. И сама себя смеюсь, называется. Потому что я так чувствую, что в последнее время, вот в последние, точнее, в ближайшие дни, основной проблемой перед выходом на улицу будет какой? Какой же нацепить помпон? Доказывала их все за очень дешевое на китайском сайте. Достала его сначала вот этот самый первый. И он мне показался, мужу он показался черный, но он не черный, он такой, фокус, он такой зелененький. Вот, очень такой большой, красивый. Я вот его, когда только достала из пакета, думаю, блин, какие они все классные. Но, на самом деле, они вот оказались разного все-таки размера. Ну, в Китае, чего от них требовать? Я их покупала там полтора доллара или что-то такое. То есть, ну, видите, видно разницу между вот этими. Но при этом всем, вот эти вот два, кстати, одинаковые, вот, такие маленькие. Но при этом всем они все очень мягкие. Мех здесь, по-моему, натуральный. Может быть, нет, не буду вас обманывать. Но, в любом случае, он очень мягкий и очень классный, приятный. И заказала еще себе несколько штучек. Еще, по-моему, штучки четыре или три у меня в пути. Помню, еще брала бордовый, персиковый и еще не помню какой. Может быть, еще возьму. Такие вот они прикольные, милые. Доброе всем утро. Мы сейчас планируем завтракать. Будем вам кушать омлетик. Папе кофе, маме чай. Хотела вам показать новый мой замиокулькас. Если вы помните, я вам показывала, что тот у меня все-таки наладан дышал. Ставлю, чтобы было видней. Вот. И вот такую вот красоту вчера купила. Сразу пересадила. Новый горшок. Не знаю. Так вот мне нравится. Вообще не очень люблю все эти домашние растения. Вот у меня только орхидеи есть. Вот пару штук. Вот эта штука появилась. Я ее планировала в нишу поставить, но в нишу она не поместилась. И вот юка эта подарили. Ну, тоже неплохое растение. Я к нему нормально отношусь. Когда-то даже хотела сама купить, но что-то с этой юками не клеится. Дима постоянно ей пытается оторвать листики. Постоянно она стоит, в общем, под наклоном. Ну, вот замиокулькас мне очень нравится. Надеюсь, что теперь он у меня нормально будет жить. Жить и не тужить. Девчонки, всем еще раз огромный приветик. Сегодня мы очередной выходной проводим с мужем сами дома. Как два старикашки. Никуда с нашими карапузами не выбраться. Сейчас как-то нам было так лень готовить что-то на ужин. Такое интересное или, не знаю, обыкновенное или полноценное. Поэтому просто решили сделать сосиски в тесте. Сейчас вам покажу, как я их делаю. Вообще, конечно, ну что там может быть, правда, сложного. Сосиска, тесто. Вот. Но, в общем, все равно покажу вам, как я их делаю. И сейчас проходила мимо ванной и вспомнила, что хотела вам рассказать о скрабе от Body Shop. Сейчас перезавяжу волосы, только тоже чуть подрастрепались. И потом будет, как в прошлый раз, что что у вас волосы растрепаны, чулочки не заштопаны. Вот так вот немножко покажу вам, как выглядит у меня мой ванный столик, если можно так сказать. В общем, здесь у меня стоит вот часть для волос, мицеллярная вода, тоники, вот шмоники. С этой стороны у меня на раковине стоят те продукты, которыми я пользуюсь ежедневно. Здесь стоят то, что я пользуюсь реже. Кстати, вот посмотрите, в каком прекрасном видео у меня кран. Немножко отвлекаюсь от темы. Первороды у меня были довольно-таки сложные. И я первые две недели практически, ну, мне было очень сложно ходить. Я ходила буквой Г, вообще не могла разогнуться. Как-то меня так не очень удачно там зашивали, перешивали. В общем, и мы пригласили женщину помочь мне с уборкой квартиры. И пришла она, я ей 25 раз рассказала, какие средства для чего можно использовать, что не можно использовать. В общем, она вот посмотрите, как изродовала мне краны. Поналивала сюда какой-то химозин, хотя я ей поставила и сказала, что вот этим вот можно мыть краны. А мы к тому времени жили буквально здесь полгода. То есть, все такое новенькое было. Я так плакала, когда это все увидела. Она же не призналась, она ушла. И только потом я прихожу, смотрю, такие вот разводы. Думаю, блин, надо помыть. Я начинаю мыть, и оно не отмывается. Я просто понимаю, что вот это вот разъели этот металл. Так что здесь. Я начала быстро смотреть в ванную. Вот посмотрите, что сделала в ванной. Тут соль, это не убрано, конечно. Но вот посмотрите, насколько поразъедала здесь. Ну, просто, короче, хана и задница смесителем. Вот, вот это вот все поразъедала. Разъедала. Кошмар. Я так ревелась. Меня все, конечно, частично посмеялись. Сказали, мы тебе подарим новое смесителе. Но вот сколько я живу, что-то никто их так и не подарил. А еще, кстати, о чем я вам говорила. Вот, для еще не говорила. Может, еще скажу. А вот этой вот фокус. А вот этой вот смыльки Зои, что она как бы на меня не произвела никакого впечатления. Что, мол, такая же обыкновенная, как вот эта. Кстати, вот эту купила с помпой. Очень удобная. Наливала потом сюда совершенно любейшую жидко-доснятя лака. И просто пользовалась помпой. Вот. То я, конечно, поменяла совершенно свое мнение о данной жидкости. После того, как я попробовала смыть ей песочный лак. Она это сделала все очень легко, очень просто. Ну, не то, что прямо приложила смыл. Нет, конечно. Но по сравнению, как я вот мучилась вот с этой вот жидкостью, то вот это вот сделала это все легко. И вот я попросила у Зои тогда, у меня еще не было этой смывки, чтобы они мне прислали. Они мне предложили прислать сейчас свою новую коллекцию. И вот я попросила у них еще смывочку. И вот они мне прислали такой тюбик. Тоже у них здесь идет с помпой. Вот. Такой. Немножко не такой, как в той. Там просто одно отверстие. Здесь вот три. Короче, это я еще не пробовала, но уже выставила здесь. И, в общем, здесь стоят вот помимо всех этих моих жидкостей, на самом деле, лака, вот всякие, что падаешь. Масочки, которыми я тоже пользуюсь. И вот это вот здесь стоит вот такая гель, гель с гиалуроновой кислотой от бренда Биакура. Такой вот он густой. Я его отливала еще маме, давала попробовать. Вот у меня мама насколько аллергичный человек, то вот настолько это на ней сработало. Буквально после первого применения, через пять минут она превратилась в какого-то, я не знаю, пасечника. В общем, человека, которого искусали осы. Ее все раздуло, вообще лицо все раздуло, ей красные паты покрылись. Она быстренько смыла, это прошло потом со временем. Но, в общем, как бы я никогда в жизни не подумала, что на гиалуроновый гель у кого-то может быть аллергия. То вот здесь все-таки не только одна гиалуроновая кислота, а что-то здесь еще насыпали.